Меня уже пугает, смотрите, уровень-то нормальный, друзья, уровень-то нормальный был, я же посмотрел, примерно, жиклеры нормальные, вот, я в шоке тогда, откуда такая черная попасть, и почему бензин сверху карбюратора, вот что меня удручает пока, ну ладно, на то она и загадка. Друзья, всем привет, вы на канале Владимир Шнарев, дневник автодиагноста, вот приехала машинка за помощью, сосновоборска, ребята, приехали, давайте посмотрим, заведите, пожалуйста, машину. Газу больше, газу в пол, газу в пол. Да, солидно. О! Нет, надо всю картину показывать, хотел к трубе подойти. Ну все, не глушим, заезжаем. Сюда, за, малей. Глушик! Так, друзья, давайте, поможем, чем можем, поможем и много. Ой, спасибо, капилевочки убрались. А, что там, картонки не было жесткой? А, она падает. У меня удача на четверке, прям, ложишь и все, как в сказке. Так, ребят. Поставил три дня назад. Новый. Друзья мои. Ну, это, конечно. И вообще, и просто, а это как раз 22-го числа. Ладно, ребята, все, сейчас разберемся. Давайте, все на ваших глазках. Все в прямом, как говорится. Убираем подсос, пожалуйста. Так, убираем подсос, смотрим сюда. О, подсос, видите, я-то один из вариантов, что еще и подсос был закрытый. Давайте поможем. Так, здорово. Здесь, ладно, стоит, почему-то не на зиму, странно. Сейчас же зима была. Мне хватает тепла. Это не вам, это двигатель. А, двигатель? Это карбюратор, это не вам, вам вот, а это в карбюратор идет. Угу. Так, что, непонятненько. Непонятненько. Так, давайте, ладно, работаем. Здесь накидочку, чтобы не поцарапать. Что-нибудь себе. Так, там у нас, что у нас? Ну, тут зато хомут. Как же. Как же, да еще, где он там? А он откройся, да я уже откройся. Ну, и молодцом, и правильно. Нет смысла у него. Так, закрываем. Давай, все, поможем. Кто досмотрит до конца, увидит результат. А то посмотрит две минуты и бросает. Я же вижу по статистике. Так, вот в чем хорошие гаечки, туда ее бросаю в карбюратор. И не страшно. Можешь заслонки открывать, что угодно делать. Представляете, да? Она туда не провалится. Она лежит и ждет, когда я уберу, ребят. Давайте уберем это дело сюда. Вот. А чтобы доказать, что она туда не проваливается, в карбюратор, вот такая, берем магнитик и достаем ее. То есть, это, эти гайки безопасные. Вот маленькая, она сразу раз, под диффузор, за заслонку только открывается газ, и она в двигатель, и клапана мнет, поверьте мне. Я это, я это хорошо знаю, потому что машины приезжали. Вот. Так что, пойдемте дальше. Ну, что нам еще нужно делать? Нам нужно закрыть кислоту. Вот так вот, ребят. Все, работаем. Так, обратно у нас. Обраточку снимаем. Так, все заводское, да? Так, 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 так. Все заводское, то есть, штатный. Карбюратор Solix. Ну, тем лучше. Все, сейчас сделаем. Берем трещоточку и начинаем. Ну, так, быстренько. Очень удобно. Так, а здесь все у нас. Все хорошо. Все, убираем. Так, ну, это надо сразу выправить. Давайте, сразу начинается. Это сразу называется художественная гибка у меня. А знаете, почему погнули? Почему? Потому что держали за тросик и крутили. И он закрутился. А вот здесь специально под ключик сделано. Одним ключиком держишь, а вторым затягиваешь. Тогда тросик не мнется. Мелочь. Ну, если кто это увидит. Мелочь. Кто это не знает. Как специалисту, любимому, которому частенько отдавал машину, больше он ее не получится. Ребят, закручиваю здесь, потому что от вибрации падает. Потом искать нехорошо. Так, ну, затянуто. Ребята, я не буду. Так, ну, во-первых, друзья мои, смотрите, какие прелести, да? Вот провод не изолированный, а здесь плюс. То есть, когда он спадывает, а кругом металл, не дерево. И он каратит, понимаете, выгорает прохранители. Выключено сжигание. Видите, какая штука? Выключено сжигание, да? Блин. Так, друзья, не делается. Это, конечно... Не, ну, можно ездить до поры пока. Ну, зачем? Здесь, с завода, стоит специально резиновый, это самое. Сначала шел пластмассовый такая, стояла пластмассовая штучка. Ну, чтоб не каратило. То есть, диэлектрик такой был. Потом уже обнаглели, стали шлам делать резиновый кусочек. Вот, поняли, да? Теперь я бросаю, мне не страшно. Ну, вы поняли. Здесь плюс, плюс. А здесь металл, ребят. Здесь плюс, здесь минус везде. А что такое каратыш? Штыки нет. Начинаем скрывать затянку очень хорошо. Ну, в принципе-то не так и сильно, да? Смотрите, ребят, бензин вот даже где. Вот, теперь скрываемся. Так. Так. Туго идут еще. Туго идут. Ну, и все. Убираем, снимаем и убираем его. Убираем его в сторонку пока. Смотрите, ребята, везде бензин. А уровень нормальный. Странно. Все странно. Ну, что, такая у нас работа. Учить самолеты летать. Так, ну, протяжка элементарная. Ну, классно здесь. Здесь все. Здесь все супер. Здесь все. Все супер. Берем вот такой фонарик. Бьет струйка. И смотрите, куда она бьет прямо в заслонку. Нет, она должна бить прямо в щель заслонки. Понимаете? Только заслонка прикрывается. И она должна мгновенно туда улетать. Только открыл. Видите, в щелочку сразу. Вот прямо, прямо в микрон. В щелочку. Берем зубочистку. Начинаем чистить жиклеры. Ну, чтобы потом в руках не держать их. Мне так удобно, ребята. Все. Ну, вот более-менее чистый. Хотя вот грязь есть. Берем еще раз спичечку. Намочиваем, намочиваем. В карбо-клинере. Ну, и состав чистенько. Так, это ваша, да? Там пикну. Ну, вот, друзья. Видите? Грязненько, да? Еще идем. Вот уже третья уже спичка берем. Ну, это уже чисто и бессмысленно делать. Все. Видите? Уже чистенько. Единственное отверстие. Вот здесь сразу же, когда начат чистить отверстие. Вот здесь жиклёрчик еще чистим. Ну, грязноватенький. Ну, почистим сейчас. Все, поняли, да? Грязненький вончик. Еще одну спичечку сюда. Видите, как чернота. Ну, все. Чисто. Поворачиваем жиклёрики. В принципе, можно сразу отсосать сначала. И начинаем отсасывать грязь. Видите, сколько там грязи, ребята? Ну, как вы понимаете, грязь была. Сразу вспоминается зубопротез. Это зубо-зубной кабинет где-то. Такие вещи. Ну, и все. Теперь берем уже отсос другого плана. И все насухо-насухо продуваем, друзья. Ну, вот так вот. Все. Все. Замечательно. Теперь можно дальше лезть. Выворачиваем. Так, и сразу смотрим, где что стояло, ребята. Давайте. Вот так вот выворачиваем. Убираем отверт. Беру висит на стекло. В народе лупа. И начинаем. Вот первичка. Вот идет первичная камера. Вот диффузор, воздушный жиклер. Так, смотрим воздушный жиклер. Так, 150. Замечательно. Так, это должен быть 135. Все замечательно, ребят. Все хорошо. Так. То есть в первой камере много воздуха, во второй камере мало воздуха. Больше, то есть богаче их смеха. Теперь осталось нам с вами достать что? Достать жиклеры топливные. Они вот там. Далеко, далеко. В паз попал. Хорошо. Все затянуто. Все замечательно. Ну, видите, какой праздник. Так, ослабили. Берем специальную палочку. Такого формата. И достаем. Давайте с первой камеры начнем. Так, вот я вставил в центр жиклера. Видите, как? И достаю легко его. Так, и смотрим. Жиклер. Должен быть в пределах 107. 107,5. Так, 107,5. Ребят, 107,5. Замечательно, друзья. Второй должен быть 115. Ну, может быть, 120, но 115. Чаще всего 115. Клиент слушает, что я говорю. Что я так. Теперь смотрим здесь. С ногами, во-первых. Так, что ты будешь. 115, ребят. 115, друзья. Да, продуем маленечко уже здесь стенку. Что ты сделаешь? Без запаха бензина. Какой-то уколотки не напишешь. Но это не главное. Важный момент. Это продувка жиклеров с помощью такого вот устройства. Здесь вот очень-очень острый конус. И он позволяет мне в щель герметизироваться. Слышите, меняется звук. То есть для меня канал чистый. Слышно? Понимаете, насколько мне говорят, что ты не разбираешь. Надо же все продуть. Надо же все там расковырять. Канал это. И последний, ребят. Вот это тут. Зачем? Я слышу, 8 атмосфер проходит идеально. Зачем я туда лезть? Ну и холостой ход. Холостой ход. Все работает. Мне еще укоряет, что я не разбираю полностью карбюратор. А я всем говорю, пришел в больницу с насморком. А тебя распороли всего. Кишки достали. Каждую кишку со спиртом протерли. Потом зашили. Ты будешь? Ты был Вася. Ты Васей будешь? Нет. Ты уже будешь что-то такое. Как говорится, какой-то уже терминатор какой-то уже. То есть поэтому глупо, глупо, глупо. Но советы дают, блин. Советы дают. Ребят, все продул. Спасибо огромное клиентам. Пока не нахерпят. Моритал толпнул. Все, мы продули. Видите, как просто с Оликсом. Это столько просто. По сравнению с Озоном. Так, берем жиклер первый. Во-первых, смотрим на просвет. Смотрим на светлое. Светится. Вот он. 107,5. Понятно, друзья? Это у нас первичная камера. Где у нас первичная камера? Вот у нас первичная камера. Вот 107,5. Берем второй жиклер. Смотрим еще раз. Двойной контроль. 115. Смотрим на просвет. Обязательно. Вот вторая камера. Здесь нет привода. Бросаем туда. Все. Затягиваем. Отвертка только для этих жиклеров. Только для этих. Потому что морейший там заусенец. Его не вытащить. Все, друзья. Здесь все замечательно было. Сейчас воздушные жиклеры поставим. Так, ребят. 165. Ой, 150. Прошу прощения. Столько этих. Вот. Ставим в первичку. Понятно. Воздуха много. Топлива мало. А 135. Во вторичку. Воздуху мало. Топлива много. Понимаете, какой? Такое называется. Такой порядок у нас. Только такой. И никакой больше, друзья. Да. Сейчас посмотрим. В принципе-то меня уже пугает. Смотрите. Уровень-то нормальный, друзья. Уровень-то нормальный был. Я же посмотрел. Примерно. Жиклеры нормальные. Вот. Я в шоке. Тогда. Откуда такая черная попасть? И почему бензин сверху карбюратора? Вот что меня удручает пока. Ну ладно. На то она и загадка. На то. На то она и моя работа. Так. Ну что, друзья. Здесь ну маленько. Видите вот кривоватый маленько. Чуть-чуть. Видите, да? Вот он кривоватый. Смотрите. Видите, да? Смотрите, ребята. Чуть-чуть. Мелочь. Мелочь. Ну вот теперь ровно, да? Так. Этот. Ну этот более-менее тоже. Сейчас еще поправим. То есть это же не трудно сделать, правда? Здесь не надо никаких аппаратуры никакой. Не надо никаких компьютеров. То есть более-менее нормально. Теперь выворачиваем. Что делаем? Выворачиваем. Теперь выворачиваем этот клапан так. Видите, он не завертый. Вы поняли меня, да? Видели, да? Я его чуть-чуть буквально. Объясняю ситуацию. Ребят, вот здесь вот топливный жиклер. Самое тоненькое отверстие называется. Ну в народе дырка. И если он плотно не прилегает к седлу карбюраторе, если у меня с боков идет щель, то есть мысль этого отверстия тоненького, как лосок теряется. Понимаете мысль мою? Отсос воздуха идет. Нет, топливо. А, топливо? Топливо. Это топливный жиклер, понимаете? Поэтому, когда он не затянутый, не притянутый, для меня это уже трагедия. Вот, ну что, давайте так. Берем воздух. Ну вы понимаете, что у меня калиброванное отверстие, а у меня с боков непонятно сколько. Вы мне скажите, сколько, насколько он был откручен? Ведь непонятно же, правда же? Малейшая щель. Вы посмотрите, тут отверстие-то с волосинку. Вы понимаете, в самое тонкое отверстие. Вот это мне, конечно, непонятно, ребят. Ладно, давайте проверим, во-первых, жиклер. Всегда проверять надо на просвет, чистенько все. И не просто на просвет. Да, и жиклер стоит. Какой у нас здесь стоит, друзья? Стоит жиклер 40. Ну, обычно 41. Ну, ладно, если не будет хватать, то я добавлю. Не вопрос, есть жиклеры. Вот, теперь что дальше? Здесь продуваем все, что можно, что нельзя. Так, дальше. Давайте продуем иконостат. Вот его. Смотрите, сюда должен выход быть. Вот я в трубку дую. В трубку дую. Так, вот я дую в трубочку. А вот здесь выход. Так, вот я чистил. Теперь приходную вторички. Вот вход, а вот здесь выход. Все, ребят, в палец воздух ощущается. Значит, все замечательно. Отлично. Так, это продуваем систему. Так. Хорошо. Заводская игла. Друзья, стоит заводская игла. Фирменная. Поэтому туда я здесь не буду. Они, в принципе, не ремонтируются. Эти иглы, они вечные. Дальше. Здесь у меня зазор есть. Большеватый я убавлю. Хотя, у меня бензина много коптит, а я буду убавлять. Понимаете? Но я сначала сделаю в норму. Вот он, миллиметр. Вот он, миллиметр. Миллиметр. И что последнее мы смотрим? Так, мы последнее смотрим. Так, ну здесь по регулировке я вижу очень неплохо. То есть, лишь бы не богатой была. То есть, вот эта регулировочка. Вот эти как раз 3 миллиметра, которые вытаскиваются, это, в принципе, норма. И последнее, что я смотрю, это я вот смотрю, чтобы не был забитый. Вот туда нажимаю. Видите, срабатывает. То есть, у меня, во-первых, плюнуло. Во-вторых, у меня, знаешь, там пружинка стоит. Видите, она возвращается назад. То есть, сюда я не полезу. Только я уже буду проверять на рабочей моторке. Все, крышечку мы сделали. Все. Я так вот ложу аккуратненько. Не волнуйтесь. То есть, дурак бросит. Я всю жизнь ложу, кладу, как вы хотите. И у меня, это мои проблемы. Вот, на 3 шпилечки ничего не пачкает. Так вот у меня привычка. И пускай. Пожалуйста, сели за руль, плавненько на газ до полика. Надавите мне, пожалуйста. Смотрим, друзья, вот на вторую камеру. Ах, хорошо, хорошо. Хорошо. Так, так, еще, 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 еще. Ну, все, видите, до конца сработало. Все, опускаем. Замечательно. А теперь просьба. Качаем бензонасос. Качайте, пожалуйста. Там я не достану ее только. Так, стоп, 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 стоп. Стоять. Стоять, мои дорогие. Видите, что творится, ребят? Почему-то на японской машине. Такую-то ни разу не видел я. Понимаете? Нет, ни разу не видел на японской машине. Потому что качество хорошее. Видите? Друзья, обрезал. А вот теперь качаем. Качаем. Смелее, смелее. Не бойтесь, не перельете. Ну что, мои хорошие. Отлично, отлично. Хорошее, спасибо. Все замечательно. То есть полная струя. О чем говорит? Что сеточка в баке. Здесь в фильтре все чисто. А теперь ставим. Так, накидываем шланги. Просто накидываем пока, ребят. Просто накидываем. Не зажимаем ничего. Так и просим нашего уважаемого клиента завести машину. Включаем вентиляцию, ребята. Стартер, пожалуйста. Придерживаем обязательно. Придерживаем. Заводим. Стартер. Ребята, вы понимаете, что творится? Бензин пошел через верх, мои дорогие. Как вообще вы еще не сгорели? Жуть, друзья. Видели? Наполнилось все. Все наполнилось бензином. Мои дорогие, что ж это такое, а? Надо сейчас разбираться. А как разбираться? Что может быть тупее и проще этой ситуации? Мы берем... Ребята, ребята. Да, мальчишки. Дайте-ка я перчатки одену. Не хочу я больше пачкаться. Смотрите, мои дорогие. Берем, вставляем. Вставляем в шланг-манометр. И что мы просим? Не ту перчатку, а дело, ребята. И просим нашего дорогого клиента завести машину. Сейчас, секундочку. Готовимся. Ух ты, задубело, как все. Давление должно быть 0,2-0,3. Поняли меня, да? Вот один, вот 0,5. Вот один, вот один, вот 0,5. Заводим машину. Стартер, пожалуйста. Просто стартер. Жуть. Хорош, хорош. Ребят, давление бензинасоса нормальное, ребят. Я в попыхах не проверил. Иглу. Друзья мои, ничего не понимаю. Сейчас поймем, разберемся. Вот случай. Вот это случайок, друзья. Классно, правда? Обалдеть. Вот это классно. Давление в норме, а он переполняется. Значит, что смотрим? Значит, смотрим что? Смотрим иглу. Так. Что мы делаем? Что-то я не проверил. Ну, как же, работало вроде бы. Смотрите. Смотрите, одеваю клизматорий. Так. Набираю. И закрываю пальцем. Ребят, чудеса. Игла держит. Вы поняли? Смотрите. Видно вам? Ребят, игла держит. Друзья, классно. Ну что? Остается какой вариант? Какой вариант остается? Попловки, друзья мои. Есть у меня видео. И когда я три раз с этим столкнулся, я чуть с ума не сошел. Понимаете? Нет. Я просто не сошел с ума. Так. А здесь что у нас? Здесь что у нас? Почему так тяжело идете? Так. Берем. Выбиваем. Так. Это сюда. Это сюда. Набивая поплавок. Ну что, друзья мои. Что, мои хорошие. Вот представляете, человек сколько времени мучился бы. Когда вам последний раз меняли поплавок? Вы ездили? Эта машина ездила. Ребята. Ребят. Сейчас клиент просто охренеет. Ребят. Дырявый, наполненный сейчас. Потрогайте, пожалуйста, вес поплавка. Потрогайте. Так, бросайте его. Да бросайте вы его. Нате. Что? Ну, грамм в 5-6 точно. Ну, то есть он легче. Вы грамма меня не считаете. Ну, я просто не. Легче? Конечно. Намного легче. Намного. Намного. Ребята, вот и все, друзья мои. То есть бензонасос идеальный. Вот так вот, друзья. Бензонасос идеальный. Игла идеальная. Обратка идеальная. Весь дефект поплавки. Когда вам вы меняли его? Даже не скажу. Ну, вы понимаете, что да? Что это с замены поплавка ваши геморрой на чилиссе. Включаем. Так, где второй поплавочек? Вот он поплавочек. Да, ой, мамоньки, он даже в руках тяжелее. Смотрите, ребят. Я вешаю поплавочек, чтобы вы знали, друзья мои. 100... Так, 17,7 граммов. 17,7 граммов. Смотрите, ребят. Убираю поплавок. Ставлю этот. Ребята, сколько? 64. Нет, 64. А, 64. То есть, вы говорили 5 грамм. А представляете, на 10 граммов поплавок тяжелее. Вот вам, пожалуйста. Так, что это? Вручаем хозяину. Поздравляем его, что причина найдена. Единственное, мне надо отсюда взять тулочку. Ну, как вам? Представляете, да? Вот она причина черного вашего дыма. Через верх бензин шел. Как вы еще не сгорели, непонятно. Вот, что я вам, друзья, хотел показать. Как и в расходе топлива-то? Ай-яй-яй. Перестаньте его. О чем? Какое топливо? Вы завестись не можете. Какое? Нужно поплавок? Нет, спасибо. Ну, значит, тогда второе. Второй серии я положу его. Друзья, ну, это я вот просто, когда стал съемки делать. Последний. Вы видите, еще один появился. Я говорю, когда я первый раз, я чуть с ума не сошел. Я иглы менял. Я не мог представить, что заводская деталь завода. Это же не могли в Додоново сделать где-нибудь. Не дали, в Сосноборске там где-нибудь, в подвальчике там. Мужички. Это же надо было к литьеву, понимаете, технологии надо было. Все это дело. Ну, не мог я подумать, что в нашей стране могло быть такое. Ну, вот такая у меня работа. Чего ж ваш мастер-то? Сколько? Ну, я говорю, когда к нему по цене раз обращались? Месяц назад. В первую смену я еще могу ездить на автобусе, а во вторую смену я не могу. Это вы месяц назад, вам этот товарищ сделал карбюратор. Ну, видимо, в то время. И вы поняли, грань между давить, вот она машина была, вот машины нет. И человек месяц мучился, ребят. Я в шоке, конечно, друзья. Ну, вы поняли, да? На 10 граммов из 6, и сколько там было 17? Да. 17,6, ребят. Вот, чтоб вы поняли, что есть такие у нас детали нашей родине, которые не позволяют, не позволяют жить нам хорошо. Ставим новый поплавочек, ребят, ни о чем не думая. Вот такие, братцы, у нас дела. Тут уже свои проблемы. Казалось бы, поставил, как вот на японской машине. Купил запчасть, поставил, и ничего не надо дергаться. А здесь еще надо... Ого-го, сколько манипуляций. Сейчас отрегулирую все заново. Сейчас будем всего крутить, вертеть, выставлять, друзья. Вот вам и пожалуйста. Сюда, сюда, ребятки. Так, что здесь? Здесь вот так, видите, сколько всего вкусненького вы сегодня увидели у меня, мои дорогие. Ну, ребят, кто хочет узнать результат до конца, подписывайтесь, пожалуйста. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я уж, как говорится, не настаиваю. Но если было интересно, поддержите, ребятки. Сейчас мы это дело опустим. Вот так проверяется. То проверил, то проверил. То есть сначала, конечно, не поплавок проверяешь. Сначала иголку проверяешь, там проверяешь допление насоса. А потом оказывается, что дело-то было не в бобине. Вот. Еще чуть-чуть, ребятки. Ну, вот он, наш миллиметр. Сейчас еще маленько. Еще чуть-чуть, ребятки. Как товарищ не сгорел, непонятно. Просто, представляете, просто через верх шел, через верх хлопки, через верх. Это, конечно, люто, ребят. Так, 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 все. Так, ну и этот надо. Нет, нормально, все, не будем ничего делать. То есть выход нормальный. Все. Ну, иглу я проверил. То есть смысла нету и проверять. Просто продуем. Раз мы там маленько лазили, давайте. Ну, вот, вот, вот. Вот он. Как это у Пушкина. И опыт, сын ошибок срудных. Да, как там у него. И день. Парадоксов, друг. Да, слава богу. А.С. Пушкин. А.С. Летчикик какой-то. Кто такой? Да, говорит, ас, Пушкин. Ас. Ну, он же ас. Он же ас. То есть он летчик. Вот, смотрите, я подтягиваю, да? Подошел до вашей точки. И дальше что делаю? И дальше беру и... Затягиваю. Смотрите, смотрите. Я еще не дошел. Вот. Так, вот. Вот я чувствую, как... И нельзя сильно здесь люминский вырвать резьбу. И слабо. Вы понимаете, что не должен откручиваться? Это сколько же вы бензинов вбухали стране этой подарили? Да, плюс ко всему, вы не забывайте, что это и копоть, и забивало, и цилиндры, и все. И свечи менять приходилось. Ну, два комплекта я за месяц выкинул. Два комплекта, но еще мало, поверьте мне. При такой копоти это... Ну, просто вы потом, когда вваливаетесь сильнее, я ничего не... В общем, короче говоря, жуть, ребята, жуть. Жуть, слов нет. Давайте, друзья, поехали дальше. Все, одеваем. Так. Одеваем. И все по новой. Помните бензин через вершу? Вы видели это? И ничего не предпринимали? Нет, видишь только сегодня. Видел-то я только сегодня. Вы не лазите, понимаете? Жалко. Жалко, конечно. Представляете, как вы не сгорели, вы поняли, да? Прямо через верх шел. Он качал и качал, просто качал и качал. Ребята, старт. Беру калибр и что делаю, ребят? И обратите внимание, вы видите? Вы видите, я касаюсь. Натяжка идет бензина. Вот он уровень. Вот теперь счастье. И все благодаря поплавкам. Значит, этот размер 26, этот размер 25. Поняли? Вот этот 26, 25. Но это меня спрашивают. Нет, кстати говоря, ребят, я даже, откровенно говоря, и не помню, пока вот не стал вести блок. Ну, сделал я его сколько там, 30 лет назад. И... Ну, зачем мне цифры знать? Я ткнул, норма. Выше много. Не дает, мало. Так, сначала, ребят, наживляем винтики. Вот так вот, буквально по два витка. Поняли, да? И потом, вот этот уже можно, пятый уже можно затягивать, гнать в него звездочку, так называемую. Вот так ребятишки домик рисуют в одно касание. Так и здесь. Вот и все, вся история. Электроклапан подсоединяем. И шланги. Шлангочки. Так, одеваем. Ну, вот. Главное, все. Жиклеры, все идеально. Представляете, я такой... Ну, даже сначала, ну, редкий случай, не подумаешь сначала. Ну, я сказал, что найду. Найду. Не было еще чудес в моей жизни, чтобы, честное слово, как-то смолду. То есть, еще и помогает, еще и интуиция техническая. Вот так вот. Ну, все, мужики, вот так проверяется. Видите? Не шевелится. С карбюратором более-менее разобрались. Теперь что? Займемся сердцем. Подкатили наш аппарат. Включил я питание в него. Включил компьютер. Дальше подаем питание на наш кардиограф, так называемый. Вот, видите, загорелось, да, сразу. Дальше берем синхронизирующий провод первого цилиндра, одеваем на первый цилиндр. И один из проводов, я имею в виду, ставим на центральный провод. Давайте снимем кардиограмму. Заводим, пожалуйста, машину. Газку маленько дайте, чуть-чуть, пожалуйста. Сейчас, секундочку, я сейчас включу. Включу кардиограф. Так, сейчас активируем, ребята, его. Ну, дай бог, чтобы здесь все было хорошо. Заводим, пожалуйста, стартер. Ну что, глушим, братцы? Вот сюда идите. Смотрите. Один, три, четыре, два. Второй цилиндр, видите, нет искры. Вот искра есть, а вот нет. Коммутатор, провода, все идеально. Сейчас будем продувать, ребята, свечи. Потому что и третья тоже проблема была. Смотрите, идите сюда. Смотрите, третья. Давай, заводим. Видели, видели, да? Это мертвая пока. Глушер! Свечи, вы говорили, привезли. Да. Тут, друзья, полностью. Ну, конечно, нет. Ну, видите, очухывается уже. Уже есть искра, уже появляется. Да, заводим и смотрим. Вот, ребята, вот было. Свечи поменяли. Заводим, пожалуйста. Стартер. Вот он. Вот это называется праздник. Ну, это еще и еще. Надо делать перегазовку. Глушер! Ну, вот, друзья, теперь я... Теперь дядя Вова довольный. Смотрите, какой праздник, ребята, а? Смотрите, какое чудо. Напряжение пробоя. 11, 10 кВ, ребята, всего. Классно, обалдеть. Время горения искры, начало искры, конец искры. Ребятки, смотрим. Не в градусах, а в секундочках. Смотрим. Она 28. Да электронное зажигание, это супер искра. Обалденно. Все. Все, друзья. Здесь все обалдеть. Так, взяли стробоскоп. Поставили автотестер. Подсоединяем. Сейчас начнем зажигать. Ребят, я сразу откидываю вакуумник. Почему? Потому что, чтобы не было от него, как говорится, информации. Потом я проверяю его последнему. С помощью стробоскопа выставляем. Заводи машину, пожалуйста. Стартер. Ну, зажигание почти в норме. Как она прибавила обороты? Я убавляю обороты, ребят. О, а фолостых может поесть. Шепчет. Зажигание ранее стоит чуть-чуть. Делаем нормальное. Выключили? Нет. Сама заглохла. Завести? Нет. Делаем зажигание чуть позже, ребятки. Вот так вот. Так. И затягиваем чуть-чуть. То есть, кстати... Чуть-чуть переборщил, ребят. Вот, поднимаю. Вот, видите, на среднюю меточку. Вот, средняя. Теперь надо затянуть, не сбить. Теперь проверяем центробежный, ребят. Вот она по нолям. Плавненько добавляем обороты. Вот почему я снял вакуумник. Нормально, нормально. Идеально поднялось. Так. Теперь ставим слам вакуумника. Помните, я снимал? Ставлю слам вакуумника. Вы думаете, я не знаю, в чем дело? Я знаю, в чем дело. Слышали шелчок лица клапана? Шелчок, слышали клапан? Выключился. Угу. Ну, клапан, короче. Система будем ПХХ проверять. Заводим машину. Так, друзья. Все. Заводим. Теперь вакуумник проверяем. Смотрите, добавляет чуть-чуть. Должно скачком подскочить к веху. Смотрите, мои дорогие. Чуть-чуть. Оп. Видите скачок, да? Вот это все работает. Слушаем. Если в батарейном зажигании я смазываю еще и, будем говорить, кулачок, ну, понятно, да, чтобы это контактов, то здесь этого нету. Я смазываю только, только смазываю оську. Вот. И закрываем. Вот так вот. И закрываем. Вот так вот закрываем пыльничек. На жигулях там все, а здесь этот провод сюда идет. Поэтому. Здесь-то надо на катушку ставить. Хорошо. Заводи машину, пожалуйста. Слышите, я щелкну. То есть клапан-то рабочий. Клапан-то заводит. Клапану-то, как раз, претензий никаких нет. А упали, потому что, а упали, потому что там было раннее зажигание. Я сделал нормально, и зажигание, и обороты упали. Это нормально. Это связь прямая. Оборот на зажигание. Так, ребят, ну что, берем теперь. О, слышали, ребята, щелкнул, да? Щелкнул. Нет напряжения. Вот представьте себе. Вот и весь разговор. Меняем блок. Заводи машину. Вот, ребят, поменял блок, потому что явно шелчок шел. Сартер. Вставляем холостой ход. Берем ответочку, вставляем паз винта. Начинаем. Видите, убавляя, уменьшается. Замечательно. Выворачиваю винт. Выворачиваю, выворачиваю. Смотрите, как зажжёто было все. Так, и чуть-чуть убавляем, как я всегда учил. Чуть-чуть убавляем, ребят. Так, 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 так. Вот видите, начало. А просто упали. Это идеальный холостой ход, ребят. Прошло? Теперь пусковое, пожалуйста. Стартер. Так, что мы делаем? Берем, держим отверткой заслонку и закрываем. Вы видели, да? То есть я закрываю заслонку, чтобы не захлебнулось. Я придерживал отверткой, ребят. Когда я отпускал, обороты падали. То есть регулированное пусковое идеальное устройство. То есть на горячую, когда заслонку я отпускал в регулировочное положение, мотор на горячую обжирался и сбавлял обороты. То есть ему было плохо. Кого я? Идеально. Ну, теперь осталось разобраться с этой бякой, да? Поставим пока сейчас. Это можно оставить уже смело. Вот. И все. То есть с карбюратором, с трамблером, все, ребят. У меня в полный порядок. Сейчас разобраться надо с клапаном. То есть с ИПХХ. Как делаю я, чтобы не помять? То есть вставил тросик. Вот видите, вставил, да? Дальше. Придерживаю ключиком. Вот на 8 ключик, да? Вторым на 8. Я затягиваю. Тогда тросик у меня, понимаете, не мнется. А когда за него держат, ну он слабенький, прогибается и все. Ну и это тоже. Теперь, видите, я специально закрутил, чтобы он не потерялся. И вот еще проблема, ребят. Сейчас покажу я вам. Тоже проблема. Черт, я подрал бы. То есть со временем, со временем, со временем, вот эта лапка, видите, как выгибается? Выгибается и она мне мешает. Ну вы поняли меня, да? Мне очень трудно уже начать крутить уже. Поэтому что надо сделать? Надо просто выправить. Ребят. Ну вот, ребята, видите? И теперь у меня головочка голенькая, как эта самая. Голенькая, как сказка. Поэтому, ну вот. Вот теперь все будет нормально. Видите, как теперь? И загибчик есть, не выпадет. И в то же время, и в то же время мне очень удобно работать ключиком. А люди, ну вот видите, как теперь? Насколько просто. Так, просьба, сели за руль. На себя подсос до конца сделайте, пожалуйста. Все. Подсос на себя до конца. Так, отлично. Здесь проверили. Плавник убираем. Шелчок. До конца убрали? Да. Да, непорядок. Сейчас, ребята, откручиваем. Продвигаем дальше. Слушайте, шелчок. Слышали? Там шарик выскочил. Так, так, так. Подтянули. Чуть-чуть на себя. Чуть-чуть. Смотрим сюда. Чуть-чуть на себя. Хорош. Убираем плавненько. Слышали? Все, встал вертикально. Теперь надо найти вот эту проблему, да? Вот этого шелчка. Зажигание включите, пожалуйста. Сейчас мы здесь найдем. Найдем. Так, и одеваем на него контакт. Смотрите, ребят. И ставим режим напряжения. Включено, да? В заводе машина? Ничего не понимаю. Стартер. Выключаем. Это что за новости? Почему у него так сделано, что только при включении стартера включается питание? Еще раз заводим. Представляете? Нет, нет. Зажигание включено, да? Да. А плюса, ребята, нету, ребят. Вот это да. Еще что-то тут натворено, ребята. Видите, нету плюса. Как только начинает заводиться, ну, пускай будет так. Заводим машину. Смотрите. Появляется плюс. Дальше. Смотрим сюда. Видите, срабатывает. Клапан обестачивается. И включается снова, чтобы машина не заглохла. Клапан обестачивается. Чтобы вы поняли, что происходит, тогда включается клапан. Понимаете? Идет выключение топлива. Идет. Идет экономия топлива. Это называется экономазер. Идет классного хода. Вот. Вот так вот, друзья. Ладно. Теперь снимаем мой. И подсоединяем клиентский старый. Вон он, щелкнул сразу. Заводим машину, пожалуйста. Так. Что мы видим? У нас плюсик есть. Вот видите? Напряжение пропало. У меня заглохло. Вы понимаете, что творится? То есть блок электрона у вас неисправный. Вот он вам еще сколько мозги вам долбал. Это как вообще? Как можно было ездить на такой машине? Заведите еще раз? Заводите. Нет. Нет. Хорош. На клапане нет напряжения. На клапане напряжения нет. Нет напряжения на клапане. Вот у меня вольтметр молчит. Вы видите потом. Дайте еще стартер. Вот. Вот есть. Он уже залитый был. Вот он включается. Слышите, щелкчок? Вот он. Слышите? Вот он. Вот у меня напряжение пропадает, ребят. То есть электронный блок под замену. Однозначно. Ну, ребята, мотор-то идеальный. Смотрите, ни малейшей капотиночки нет. Смотрите, одеваю. И что? Мотор не меняется. То есть поршневая вот такая, ребят. Здесь я на зиму приключил. Здесь я поставил стрелочку к стрелочке. Поняли меня, да? Все, у меня все идеально. Глушат. Что скажете? Что-нибудь видели необычное? Ну, я имею в виду, что... С какой болячкой я приехал, с чем я уезжаю? С очень довольным видом. Могу сказать вам большое спасибо. Да, мужику доставить удовольствие труднее, чем женщине, поверьте. И поэтому, когда я вижу, когда у мужика рот до ушей, это вот одно из плюсов моей работы. Да, деньги деньгами, но и то, как говорится, отношение людей. Вот. Ну, то есть понравилось. Конечно. Ну, замечательно. Теперь давайте проедем. А то мне говорят там, вот вы там что-то там крутили, вы что-то там говорили там. А она может вообще не поедет. Давайте прокатимся. Знаю, у меня ваши проблемы кое-то, ребят. Знаю, что стучит у вас. Подскажу. Ух ты, здесь у меня. Эх, боеваем. Я на своей-то здесь, как говорится, заусил это. Так, ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим, ребята. Сейчас. Скользко. Так, фары включите, пожалуйста. Так, вот так вот, да, ребят? Ну что, близко, ребят? Давайте попробуем газануть. Ребят, включил третью. Ну, понятно, скорость потери. Ну, машинка полетела, друзья. Есть разница в странах. Есть разница, ну да. Держите, пожалуйста. Так вот, старайтесь меч отвести ее, пожалуйста. Так, вторая. Вторая. Так, братцы. А теперь смотрите, самое главное. Третья передача включает третью передачу. Скорость 0. И смотрите, с нуля плавника на газ начинает. И она идет, ребята, ни провалов, ничего, ребят. Она набирает скорость. Из нуля, ребята. Ну, понятно, да? Нуля набирает. Вот, нет, Малеш, это самая диагностическая, это скорость передачи третьей. Потому что все сбой на ней происходит. Видите, как нежно она идет. Люфты, конечно, у вас жуткие. Люфты, конечно. Ну, это уже, меня сейчас самое главное было отрегулировать. Понятно. Ох, ничего себе наморотило. Ну, вот, видите, как. Ну, это уже, ребята, глохнет, сами понимаете. Товарищ поменяет сейчас. Выключайте свет. Сейчас товарищ поменяет клапан. Ой, клапан. Электронный блок. Ну что, лучше машина поехала? Конечно. Конечно. Ну, замечательно. То есть, не зря приехали, да? Вообще не зря. Ну, славно. Счастливо вам, дорогие мои. Давайте еще раз. Большое до свидания. Пока. Пока, мой хороший. Пока. Не с людьми, ребят. Не, люди. Главное, чтобы доброта была, а остальное все. Счастливо вам, друзья. И никакого, ребят, черного дыма. Ну вот, друзья, все было на ваших глазах. Спасибо, что посмотрели до конца. Спасибо за лайки, за комментарии. Очень благодарен. С вами был ваш автодоктор Владимир Шинарев. Здоровья вам и вашим машинам. Субтитры сделал DimaTorzok